Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий Согласно исследованию сервиса, Дампродом, последняя модель iPhone, в числе которых ХС, iPhone 11 и iPhone 12, сменяют около трех владельцев до того, как смартфоны станут непригодны для использования. Такой динамичный круговорот эксперты связывают с высокой ценой на флагманские модели. Вместо того, чтобы отдать устройство друзьям или родственникам, их стараются перепродать с минимальной потерей от первоначальной стоимости. За год флагманский iPhone теряют в цене 20%, Samsung – от 50%, согласно исследованию Банкмиселль. Через два года Samsung S10 стоит 10-15% от первоначальной цены, а стоимость iPhone 11 составляет 70%, хотя оба выпущены в 2019 году. Также на динамичный круговорот влияет развитая сервисная часть продукции Apple, даже спустя 7 лет любую модель iPhone можно починить в любом сервисном центре, есть и запчасти, и специалисты. Со смартфонами на Android это сделать проблематично. Запчасти найти намного сложнее, отмечают исследователи. Основные недостатки при продаже поддержанного iPhone, которому не более трех лет, это необходимость замены аккумулятора или мелкие царапины на дисплее, так как не все пользователи наклеивают защитное стекло. Также при замене дисплея часто ломаются в FAS ID или Touch ID, но это касается самостоятельных ремонтов или обращения в некачественные сервисы. На программном и техническом уровне количество брака минимально, и зачастую он исправляется официальными сервисными программами Apple. Все три года, что мы занимаемся трейд-ин-бизнесом, можно однозначно сказать, что на рынке поддержанной техники есть очевидный лидер, и это iPhone. Пока предпосылок, который изменит такой расклад, даже близко не намечается. До сих пор iPhone 7 2016 года выпуска является популярной моделью, говорит Елена Богатырева, Сооснователь сервиса, Домпродом. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.